Могилевский зоосад, одно из любимых мест могилевчана и гостей города, запустил новый социальный проект. Теперь он стал инклюзивным, то есть абсолютно для всех и без ограничений. Раз в неделю семьи с детьми, которые состоят в Могилевском центре палеотивной помощи, бесплатно приходят общаться с животными. Идея простая, но социальная миссия крайне важная. Впечатления главных героев от экскурсии мы услышали первыми. Да, она хорошая. На лицах малышей полный восторг. Паровоз, олени, зубры – все настоящее. Тем ценнее, что такие эмоции можно разделить с родителями, братьями и сестрами. Ведь выходить, так сказать, в свет полным составом получается нечасто. Как вы думаете, когда все вместе, разные дети, это важно, наверное? Конечно, конечно, безусловно. Я вам как врач скажу, что это очень важно. И коммуникация, и детки такие лучше отстраиваются, так как существуют некоторые трудности детей с особенностями, так как они не посещают детки в сад, в школы. И мамам сложно с такими детьми, так как они очень часто ограничены в общении, в каких-то вылазках тех же самых, в такие места. Здесь настолько все хорошо организовано сегодня, что молодцы, организаторы молодцы. Центр палеоативной помощи, который предоставил нам такую возможность, администрация засада. Екатерина знает, о чем говорит. Она – мама тройняшек, которые родились на сроки в шесть месяцев. Семья состоит на учете в Центре палеоативной помощи при специализированном доме ребенка в Могилеве. Как и другие семьи, которых Могилевский агролесотехнический колледж пригласил в зоосад, стать участниками летней благотворительной акции. Все понравилось. Ну, наверняка есть у тебя тут любимое животное. Тема. Кто это? Тигр. И детям тоже нужно развиваться. И психически, и психологически как бы. Они должны развиваться. И отдыхать, и мозг должен отдыхать тоже работать. И радость тоже, чтобы была. Кроме того, что зоосад – это учебная лаборатория для учащихся, здесь выхаживают попавших в виду животных. Теперь вот решили пойти по пути врачевания, пусть не тела, но душевного состояния маленьких пациентов палеоатива. Говорят ведь, что животные исцеляют своей энергетикой. Своего рода анималотерапию предлагают каждому, кто любит животных и хочет с ними дружить. Какой бы ни был особенный ребенок, ребенка надо развивать. Мы объездили много-много, и в Германии были, и в Туле, и в Израиле, и везде-везде. И вот сейчас опять едем на Украину. Да, и тоже едем ради всего вот, ну и засадов, и всего. С такими детками нету ограничений. Мы такие же, как все люди. Семью Романовых сопровождает волонтер и учащийся колледжа Настя. Она считает для себя это очень полезным опытом. Где-то в восьмом или в девятом классе, мне тогда лет было 14-15. Вчасти пришли с дома ребенка, и просто нам раздали анкеты. Сказали, кто хочет с детьми сидеть, с ними играть, приходить. Ну, я решила просто прийти с ними. И мне просто понравилось. Ну, вот первое время я приходила, да, мне не было, ну, конечно, комфортно с ними. А потом я как-то посмотрела, они такие хорошие, все такие дружелюбные. И типа, ну, давайте. Так мне понравилось, так уже как бы хожу. Волонтеров для социального проекта выбирали из числа учащихся Агролесотехнического колледжа. Эта тема не только сопровождение, но и принцип равный обучает равного в действии. У ребенка, чтобы это было развито, чувство доброты, любовь к детям, это очень важно. Только потому, что вы сами видите, что здесь непосредственный, ну, контакт с такими детками. У кого-то спрашивали, а есть ли братик или сестренка, чтобы понимали, что это будут детки поменьше. Поэтому к этому отнеслись серьезно. И мы смотрим, детки некоторые даже приходили, сами изъявляли желание. Благотворительный проект только начался. Каждую неделю семьи, где воспитываются дети со сложными диагнозами, абсолютно бесплатно будут посещать любимый всеми уголок природы. Так что открытий и новых эмоций хватит на все лето. Смотри, Савелья, Махарочка. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин